Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте, смотрите в выпуске. Боевая готовность, когда в районы края придет вторая волна паводка. Первая из 27 в Барнауле открыли дорогу, отремонтированную по федеральной программе. Выходящий поезд. Можно ли успеть жителям края попасть на чемпионат мира по футболу бюджетно? Почти 40 тысяч жителей края могут пострадать от второй волны паводка. Это в два раза больше, чем от первой. Об этом сообщили накануне на селекторном совещании комиссии ЧАЭС в правительстве региона. Главы районов рассказали, готовы ли они встретить стихию. О чем еще шла речь на заседании, расскажем в нашем сюжете. Долгожданное лето пришло в Алтайский край. После затяжных холодов в регионе наконец установились плюсовые температуры. Но с ними пришли и проблемы. Обострилась ситуация с пожарами и началась вторая волна паводка. В ближайшие дни, прогнозируют специалисты, ситуация будет усугубляться. Серьезный подъем воды в реках региона может начаться 10 июня. А уже с 15-го, во время сильных дождей, подтопить может 24 района края. Учитывая прогнозируемые на ближайшие дни высокие температуры воздуха и обильные осадки, существует вероятность достижения опасных отметок и подтопления в следующих муниципальных образованиях. Это город Барноломик, район Затон, Краснощерковский, Чижижский районы. Те населенные пункты и места, которые спрогнозируют к подтоплению силы, чтобы они там появились не когда вода поднялась, а до того, как вода поднялась, для выполнения ряда задач, связанных с оповещением, с организацией эвакуации. Такое распоряжение дал главный спасатель Сибири районным главам. Кстати, как выяснилось, встретить стихию во всеоружии готовы не все. Так глава Чижижского района сказал, что в распоряжении муниципалитета всего одно плавсредство. Сергей Диденко отметил, что при сильном половодии оно не спасет людей. Если вы считаете, что привезти на Ан-74, на Ан-76 плавсредство откуда-то с Красноярска, это правильнее, чем взять лодку у соседнего рыбака и применить ее, то это не так. Я прошу вас организовать эту работу. Их в любом случае должно быть не менее десятка, то есть по несколько, по две штуки хотя бы на населенный пункт. На комиссии ЧАЭС шла речь и о компенсациях. Напомним, выплаты по первой волне паводка 18 тысяч пострадавших получили только спустя два месяца. А некоторым не выплатили до сих пор, так как были ошибки при заполнении документов. Чтобы это предотвратить, в Рио губернатора Виктор Томенко дал указание формировать эти списки заранее. Мы параллельным образом приступили к формированию учетных выплатных дел. Для чего? Первое, для того, чтобы снимать в том числе напряжение среди населения. Помимо угрозы паводка в крае сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Высокий класс горимости объявлен в Благовещенском районе. Там действует штормовое предупреждение. В ближайшие сутки двое к нему начнут подтягиваться и Кулунда, и Славгород, и Ключи. Небольшие осадки, которые прогнозируются на 10 число по северо-западным районам, возможно, не смогут понизить класс пожароопасности. Опасность возникновения пожаров снизится только в середине июня, когда в крае прогнозируют сильные дожди. Виктор Томенко поручил предпринять все необходимые меры, чтобы предотвратить поджоги и минимизировать последствия паводка. Отметим, несмотря на все риски, вводить режим ЧАЭС ни по пожароопасности, ни по паводку пока в регионе не стали. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. Наши новости. Виктор Томенко пойдет на выборы главы региона вместе с «Единой Россией». Такое решение он озвучил на полицовете партии. При этом сам Томенко в ней не состоит и убежден, что губернатор должен представлять интересы жителей независимо от политических убеждений. Но по краевому законодательству выдвинуть кандидата на пост главы региона может только партия. Партия создавалась нашим президентом. Он является ее лидером. Президент назначил меня в настоящее время на должность временно исполняющего обязанности губернатора Алтайского края. Для меня вот эта часть является определяющей. Вся эта цепочка моих рассуждений. Кроме того, региональный полицовет включил в список участников губернаторских праймерис еще четыре человека. Это депутат Госдумы Виктор Зобнев, депутаты АКЗС Тачьяна Ильиченко и Сергей Серов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров. Это значит, что каждый из участников предварительного голосования должен встретиться как минимум с половиной партийных секретарей Единой России в крае. Таких собраний будет четыре в Благовещенке, Рубцовске, Бейске и Барнауле. Имя кандидата от партии на пост губернатора края озвучат после тайного голосования, которое пройдет на конференции 28 июня. Вот то, что мы проводим цикл предварительного голосования, кандидаты, которые будут представлены, ляжет в основу той большой предвыборной программы, с которой наш основной кандидат, который будет выдвинут на конференции, пойдет уже в избирательный цикл 9 сентября. Решать проблемы сообща. Об этом сегодня договорились в Рио губернатора края Виктор Томенко и руководители фракции комитетов краевого законодательного собрания. Встреча прошла в режиме диалога. Подробности в нашем сюжете. После личного знакомства с каждым участником встречи в Рио губернатор обозначил свою позицию в отношении работы с законодательной властью края. Несмотря на то, что есть ясно выраженное большинство в парламенте, есть фракции, которые представляют меньшее количество избирателей, меньше мест имеют в парламенте, я хочу сказать, что я настроен на работу со всеми политическими партиями, движениями, которые представлены у нас в законодательном собрании Алтайского края. Кстати, фраза «у нас в крае» стала привычной в речи Виктора Томенко. В Красноярском это уже у них. Так вот, что происходит у нас, рассказали руководители фракции комитетов. В большей степени делились проблемами. Альберт Лунев, председатель комитета по экономической политике, говорил о сфере ЖКХ. В частности, в десяти муниципалитетах нет конкретики по тарифам на тепло. По мнению руководителя фракции КПРФ, главная проблема в крае – это заработная плата. Она самая низкая в Сибирском федеральном округе. Виктор Петрович, надеемся, что вы будете принимать все необходимые разумные протекционистские меры для развития экономического развития нашего региона. Руководитель фракции «Справедливая Россия» очень просил обратить внимание на проблему детей-сирот. Решать вопросы, по его мнению, стоит непосредственно с их участием, чтобы исключить протестных акций. Просил не забывать и о людях с ограниченными возможностями. С мобильностью инвалидов и средой для инвалидов есть проблемы. Мы уже слышали, что парк центрального района построили у нас три входа, на всех должны были быть пандусы, на двух пандусы центральных не построили. Дескать, не получается. Помимо посевной, в ближайшее время надо заняться решением проблемы с ценами на молоко. Об этом уже говорил Сергей Серов, заместитель председателя АКСС. Татьяна Ильюченко уверена, что готовить спортсменов надо не только в городах, но и в районах. Необходимо также омолаживать тренерский состав. В общем, проблем достаточно, и решать их исполнительная и законодательная власть должны сообща. Это, пожалуй, основной лейтмотив встречи. Кстати, Александр Молотов в завершении предложил провести первое совместное спортивное соревнование «Баскетбольный матч». Как известно, Виктор Томенко отлично играет в баскетбол. Правда, когда он состоится, вопрос пока открытый. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. Наши новости. Управляющий делами губернатора и правительства Алтайского края Алексей Белобородов уволен. В Рио глава региона Виктор Томенко освободил его от должности за сомнительную репутацию, сообщает сайт полиции Бру. По факту Алексей Белобородов не работает с октября 2017 года. С начала уголовного дела его обвиняют в превышении должностных полномочий. Следователи полагают, что управделами губернатора приобрел три иномарки на сумму в 18 миллионов рублей без проведения конкурсных процедур. И хотя расследование закончится только в октябре, временно исполняющий обязанности главы Виктор Томенко предпочел уволить сотрудника с сомнительной репутацией, сообщил полиции Бру их источник. На сайте правительства края на соответствующей должности сейчас значится Евгений Кочергов. Это первое обновление в структурах власти после назначения Виктора Томенко временно исполняющим обязанности губернатора. Сегодня в Барнауле сдали первую отремонтированную дорогу в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы ведутся на 27 улицах, которые попали на карту убитых дорог Барнаула. Ну а всего планируется реанимировать более 70 километров дорожного покрытия в городе. На каких улицах тоже будет праздник, расскажет Ирина Корчагина. Дорога, как после метеоритного дождя в прошлом. Пересечение панфиловцев и 50 лет СССР еще в начале мая было в топе на карте убитых дорог Барнаула. Сегодня на улице уложены новые 1400 тонн асфальтобетона в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На ремонт было потрачено более 8 миллионов рублей. Мы один из 37 субъектов, поэтому наш федеральный ныне реализуемый проект, то есть мы, по сути, счастливчики, не все там. Если в прошлом году мы выполнили по этому проекту 30 дороги, привели в соответствие и потратили почти 865 миллионов, то в этом году более масштабный уже объем, у нас уже 44 дороги и более миллиарда рублей денег. Подрядная организация приступила к работам 23 апреля. Дорожники говорят, что могли бы сдать работу и раньше, если бы не капризная весна. Контроль, конечно, был ежедневный. Весь процесс ремонта мы наблюдали. За контролем качества будут следить специалисты «Алтайавтодора» и Комитет по дорожному хозяйству Барнаула. Всех интересует гарантия на сделанную работу. Гарантия, как обычно, 5 лет. Я очень рада, потому что здесь офис находится. У нас часто приходилось ездить. Дорога была ужасная сейчас. Все отлично. Я очень рада. Сегодня по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы на улицах Антона Петрова, Новосибирска и Попова. Планируется, что новое дорожное полотно появится как на крупных магистралях, таких как проспекты Социалистический, Ленина и Комсомольский, так и на улицах Гоголя, Юрина Смирнова, Попанецов, Привокзальной и других транспортных артериях столицы. Дорожники обещают выполнить все работы до 30 сентября. Ирина Корчегина, Андрей Печоркин. Наши новости. Завершился 10-й юбилейный международный форум «Алтай. Точки роста». Его победителем стал Михаил Пугачев со своей работой. Младой человек-инвалид, болен ДЦП. И свой проект он создал для социализации людей с ограниченными возможностями. Михаил Пугачев открыл войлочную мастерскую, где обучает инвалидов и предоставляет им работу. Этот проект Михаил представил жюри еще в прошлом году на форуме ЭТР. А в этом боролся за победу с ним, как с лучшим реализованным делом. Младой человек вместе с учениками валяет из войлок валенки, тапочки, игрушки. Призом победителя станет зарубежная командировка. Среди других призеров-лауреатов разработчик бионического протеза «Руки», создатель товарной молочной фермы, организатор туристических туров для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в рамках этого же форума проходил еще один конкурс проектов, но уже под эгидой Федерального агентства по делам молодежи. Там эксперты определяли 29 победителей, половина из них – представители нашего региона. На гранты им было потрачено 4 миллиона рублей. И, напомню, в этом году в международном форуме участвовало полторы тысячи человек из 30 стран. Выпускники форума, как правило, успешно реализуют свои проекты и становятся бизнес- или социальными предпринимателями. Всего за 10 лет ЭТР по праву превратился в один из знаковых событий, с которым ассоциирует алтайский край. Смелые и творческие – так отозвались эксперты Сколково о барнаульских участниках выездной школы. Восемь команд представили свои научные и бизнес-проекты, которые имеют шансы стать мощными стартапами. О том, в чем сильны алтайские инноваторы, а о чему еще стоит поучиться, расскажет Илья Кочерков. На четыре жарких июньских дня алтайский филиал Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы стал этаким маленьким Сколково. Около сотни барнаульских студентов, аспирантов, предпринимателей с помощью экспертов федерального уровня учились превращать идеи в конкретные бизнес-проекты. Итог – восемь групп, восемь проектов. Диана Исаева, студент-биолог, пришла на открытую школу, чтобы понять, как лучше всего представить на рынке созданную ею закваску, особую, рассчитанную на жителей алтайского края. Известно, и существует такой факт, что для каждого региона наш состав кишечной микрофлоры, мы питаемся одними продуктами. В Москве оно немножко отличается. И вот чтобы эффект на болезнетворные и патогенные микроорганизмы был сильнее, мы выделили, наоборот, полезные микроорганизмы, которые будут уничтожать, скажем так, эти болезнетворные, именно для нашего региона. Она говорит, идея региональности закваски пришла к ней именно здесь, в планах аналогичные продукты для жителей других регионов. Многие эксперты считают, у продукта большое будущее, как и у приложения дополненной реальности, созданной другой группой. Говоря по-простому, это программа, которая позволит каждому желающему составлять свой набор рекламных предложений, дополняя их виртуальными персонажами, например, от любимой кофейни. Идя мимо этой кофейни, ему приходят уведомления о том, что иди, зайди, купи кофе и посмотри, какой у нас сурикат вылазит из твоей кружки и целует тебя в щечку. Если он заинтересован в магазинах одежды, то ему могут присылаться уведомления о новинках. Ты можешь зайти. У нас в магазине этой модели еще нет, но ты можешь на своем смартфоне примерить ее. Широкое использование такого приложения пока выглядит фантастикой, но эксперты, наоборот, похвалили ребят за смелость заявлять проекты, устремленные в будущее. Один из экспертов, Константин Денисенко, сказал, готов уже сейчас использовать такую программу для обучения сотрудников своего предприятия. А вот то, в чем пока проседают докладчики, это умение объяснять, чем их проект может быть интересен потенциальному инвестору. Сколько необходимо лет для запуска, для самоокупаемости, сколько необходимо средств, все назвали, а вот как раз тот вопрос отдачи средств, что инвестора в первую очередь интересует, его роль, будь то это он заходит как собственник компании, или это только лишь отчасти заим, например. Об этом как-то вообще никто ничего не сказал. Но это признают эксперты уже следующий уровень мастерства. Пока же инноваторы получат сертификаты участников открытого университета. Но главное, теперь у них больше знаний и возможностей, чтобы стать резидентами Сколково. Организаторы и навигаторы признали, что в ближайшем будущем, вероятно, открытый университет в краевой столице пройдет и повторно. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Финишная прямая. До старта главного футбольного турнира «Планеты» остались считанные дни. Есть еще одна приятная новость для болельщиков, в том числе и с Алтайского края. FIFA выставляет дополнительные 100 тысяч билетов. Как можно успеть их приобрести и, главное, за какую цену, чтобы не остаться в последний момент без праздника, готов рассказать Кирилл Паритов. Прошел процедуру регистрации на сайте FIFA. Так. Заполнил заявку на три матча. Уже заранее я знал, что поеду в Казань. Барнаулиц Иван отмашкин от своей мечты посетить домашний чемпионат мира не отмахнулся. Скопил денег, купил билеты и оформил паспорт болельщика. Без вот этой пластиковой карточки даже вход на стадион будет закрыт. Вот паспорт такой болельщика, он чем-то напоминает, конечно, пресс-карту. Аккредитация вот такая у нас есть. Персональная карта зрителя, она еще по-другому называется. Вот такая штука. Точно такой же паспорт те, кто еще не успел это сделать, могут зарегистрировать в интернете. Процедура выдачи займет 72 часа. После добро пожаловать на сайт FIFA.com. Именно здесь нужно успевать ловить уже последние вбросы заветных билетов. Буквально накануне так и случилось. Спортивные функционеры запустили старт продаж. На все том же сайте самый дешевый билет будет стоить 1280 рублей. Выглядит заманчиво. Правда, приобрести такие билеты по таким ценам, скорее всего, вряд ли удастся. Болельщикам с Алтая наверняка все же придется раскошелиться. Например, вот здесь у официального представителя FIFA. Стоимость билетов хоть и в разы завышена, зато более приближена к российским реалиям. Так, самый дешевый поход на матч открытия хозяйки турнира против сборной Саудовской Аравии обойдется в 60 тысяч рублей. Самый дорогой, конечно же, финал. Цены начинаются от 180 тысяч рублей. По сумме получилось вообще по бюджету 60 тысяч рублей. То есть 20 тысяч это жилье. Мне помогли в Казани друзья найти человека, который согласился сдать мне квартиру за 2 тысячи рублей в сутки. Ну, также билеты 10 тысяч рублей на поездом. Поеду туда и обратно 10 тысяч. Вот, ну и плюс билеты на чемпионат мира обослышались мне 8-600, ну и 20 тысяч примерно на дорогу с тобой. Все три игры Иван посмотрит с трибуны Казань-Аренок. Поездки начал готовиться еще год назад, так что не удивляйтесь озвученным цифрам. В Саранске, как уже говорили, да, уже продают за 30 тысяч в сутки. В сутки. В сутки. 30 тысяч. Это, ну... Ну, это просто капец. Это бизнес по-русски. Да. На чем жители края сейчас точно могут сэкономить, так это на перелете до столицы Татарстана. Сейчас запущен специальный рейс. Туда-обратно чуть меньше 12 тысяч. Правда, там будет сыграно всего 4 матча. Один из ключевых, испанская команда, сойдется со сборной Ирана. А остальные, в том числе барнаульцев Сашу Ерохину и компанию, Иван планирует посмотреть уже по телевизору. Ты веришь, что сборная России выйдет из группы? Будем надеяться. Ребята, ребята, Иван, слышали, что сказал? Станислав Саламович. Иван сказал выход из группы. Будьте добры, обеспечите, пожалуйста. Второе место. Второе место в группе или вообще? Второе место в чемпионате. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Самое быстрое похудение «Турбослим-экспресс». Всего за три дня до минус 3 килограммов и до 3 сантиметров в талии. «Турбослим-экспресс» от компании «Эвалар». 10 июня в крае переменная облачность. Днем возможен дождь, гроза, ветер юго-восточный умеренный, но при этом сохранится довольно теплый температурный режим. Дождь и плюс 18 ожидается в Славгороде и Кулунде. Камни на обид до 22. В Белокуре, Хибейске, Заринске и Змейногорске 28 возможны дожди. В Барнауле возможен дождь ночью 18, днем до 28 градусов тепла. И к этому часу у меня все новости. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире.